Мы сегодня будем говорить о двух основных способах взаимодействия между религиями, мир и враждан. Напоминаю, что религию я объясняю как системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественные. Сейчас перед вами на экране основные компоненты религии, как части культуры, не религиозности, прошу не путать эти две вещи. Напоминаю, что схема рабочая, ее можно как угодно дробить и объединять. И самое главное, об этом я сегодня говорить не буду, поскольку я буду касаться тем мира и вражды, которые затрагивают все понемногу. И вероучение, и священное писание, и духовную жизнь, и даже культ. Так, понемножечку, но мы не будем их противопоставлять друг между друг другом. Итак, зачем религия нужна? В нашем мире, снова я повторюсь, практически не существует такого понятия, как традиционная религия в полном смысле слова. Хотя религия по своему изначальному смыслу была заменой прерванной традиции. Августин так и объяснял религию, как ре-олигары восстановления утраченной связи. Но, так или иначе, мы живем не в средневековой московской Руси, мы с вами живем не в каком-нибудь горном-горном ауле 17 века. Мы с вами живем не в старообрядческой какой-нибудь заимке таежной. И таких мест, в общем-то, в мире не осталось. Поэтому даже те, кто сегодня в так называемых традиционных сообществах выбирают след за своими родителями, а куда деваться с подводной лодки, выбирают религиозный путь, все равно уровень и количество, и способы вовлечения в разные компоненты религии, все-таки во многом решают даже сами современные адепты традиционных религий. А уж если говорить о городских обывателях, которые подходят к религиозному миру как к супермаркету, в котором мы затовариваемся, то остается признать одну религию, это результат выбора. Зачем мы выбираем религию? Об этом подробно я говорил и на прошлом занятии, посвященном религии как части культуры, и на позапрошлом, посвященном психиатрии и биохимии религиозности. Основных функций несколько. В первую очередь, конечно, это компенсаторная функция. Человек пытается каким-то образом отрегулировать свою пришедшую в хаос, развалившуюся духовную жизнь, телесную жизнь зачастую. И религия здесь является серьезным компенсатором. Напоминаю свою рабочую схему, такую универсальную возникновение религиозности в человеке, где на первое место, конечно, ставится некий ущерб. Ущерб как осознание неадекватности, ущерб как осознание неспособности здесь и сейчас быть полноценным, счастливым, как все, как окружающие люди. Мы не говорим о причинах этого, и уж тем более не говорим, хорошо это или плохо, это вообще не из моего лексикона. И когда человек осознал свою неспособность выбраться из проблем, и когда человек этого очень-очень сильно испугался, пути у него дальше бифуркационно только два. Либо голову в петлю, что, в общем-то, не всем охота сделать, либо в каком-то смысле голову в петлю, поскольку обращение в серьезные религии, ну почти всегда, почти во всех случаях сопрягается с уходом из этого мира, с умиранием для этого мира, как это все лексически выражено в христианстве, с получением некого другого имени, других правил жизни и так далее. Так что, по большому счету, невозможно не умерев, не обрести жизнь вечную, как это сказано в Священном Писании. Поэтому я умираю для этого мира и рождаюсь в мире другом. Принимаю условия этого мира, принимаю, не доказывая, либо доказывая их сам для себя, либо пытаясь доказать для всех остальных, но для моего собственного внутреннего принятия этой системы ценности ни холодно, ни жарко. Могу ли я доказать это? Итак, возникает вера, а дальше я уже говорил, она непосредственно ведет за собой уже определенные практики культа, определенные опряды посвящения на разные ступеньки внутренней религиозности и выстраивание границ по отношению к своим, по отношению к чужим, но близким и по отношению к чужим, но далеким. Так что, таким образом, возвращаемся к компенсаторной функции религии, которая замещает мощным потоком эмоций, вдохновляющих эмоций, отвлекающих, замещающих эмоций, компенсирует какую-то серьезную жизненную драму, которую мы пережили и переживаем. Вот, кстати говоря, в этом причина особой активности, даже агрессивности современных религий, которых мы, как ни странно, но на повседневном уровне мы можем не видеть длительные-длительные периоды, даже средневековье, поскольку люди, выросшие в традиционной культуре, уравнивающие такие вещи, как, например, мусульманин и лесгин, или старобрядец, и казак, или русский, и православный. И когда из поколения в поколение ты просто осознаешь своих соседей, как представителей другого этноса, и другой религии, и других даже антропологических, расово других людей. В общем-то, если это происходит на протяжении длительного периода, то границы как-то, естественно, выстраивают своими лазиками их преодоление, и агрессивности особо здесь не происходит. Но когда я мгновенно превращаюсь из Васьки в отца Василия, когда я мгновенно превращаюсь из Васьки в Ибрагима, когда я мгновенно превращаюсь в какую-то другую фигуру, то вот эти эмоции, по большому счету, это то, что меня отгораживает от того мира, где я был раньше. Поэтому мне они чрезвычайно важны. Я наращиваю как можно сильнее дистанцию, я выстраиваю заборы как можно выше для того, чтобы тот мир, из которого я ушел, обратно меня не манил. Чтобы то зло мира, которое меня сделало больным, несчастным, увечным, калечным, чтобы этот забор не перехлестнулось. Поэтому в этом причина так называемой гальванизации нынешней религиозной, в рамках которой не только заново новой активностью наполнили все традиционные религии, мощные, большие так называемые религии, но мы проживаем во время рождения огромного количества новых религий и воскрешения самых удивительных архаических культов прошлого, причем безоценно просвещенные, непросвещенные, людоедские или гуманистические, возрождается активно все. Без разницы, что это несет людям, главное, что это даст мне, и как это поможет мне отгородиться от осознания собственной ущербности. В этом причина того, что пост религии настолько назойливы, настолько активны, беспринципны в сравнении даже с традиционными религиями, традиционными религиозными взаимодействиями в средневековом обществе. Вот если говорить немножечко о циферках, можно прикинуть прошлогодние давности циферки, как мир выглядит в религиозном плане. Я сам нас всегда очень скептически отношусь к этим схемам, потому что никакого общего, единого для всех стран, народов, времен, инструментария определения религиозности не существует. То есть эта схема сделана по лоскутному, в принципе, методу, то есть в одних странах одни способы определения, в других другие, и, как правило, в основе лежит самоопределение людей, то есть кем ты считаешь себя, а не какая-то общая там государственная статистика. А люди, как мы знаем, могут называть себя кем угодно, называть себя православным, в то же время понятия не иметь о Святой Троице, делать каждый день на работу ходить и делать аборты, и при этом ни разу в жизни не бывать в православной церкви, даже не знать, что там происходит, но ратовать именно за такую свою принадлежность. Но вот на этом уровне так люди себя распределяют. Говоря о России, циферки на 21-й год, извините, немного устарели, но в связи с понимаемыми всеми нами событиями, последние годы было не до статистики. Я встречал цифры, согласно которым практически на 10% идет просадка по всем этим параметрам, но я к ним имею большие вопросы, поэтому пока показывать не буду. Так что здесь в основе лежит, конечно, самоопределение. Мы видим разные религии, мы видим разных людей, которые, тем не менее, проживают достаточно скучно, не просто в одном и том же городе, а зачастую на одной и той же лестничной клетке, и обреченных выстраивать совершенно новые отношения друг с другом, которым, в общем-то, в традиции зачастую и не было. И основные модели этих взаимоотношений, конечно, две базовые модели. Я живу с тобой в мире или я тебя убиваю. Ну и, конечно, из третьей я убиваю себя. Некоторые тоже так делали. Там примеры веры, надежды, любови матери к Софии, или там других различных людей, которые предпочли идти на самоубийство, или там старообрядческие гари, лишь бы только не подчиняться антихристу. Но в большинстве случаев либо я тебя убиваю, подчиняю, либо я научаюсь с тобой жить в мире. Поэтому мы будем говорить про мир и меч как две основные стратегии. Итак, христианство, иудаизм, ислам, если их считать цельными религиями, что на самом деле религиовически не очень грамотно, вот все эти три основные религиозные блока выстроены на вот этом декологе, десяти заповедях Моисеевых, которые мы видим перед собой. В общем-то, и этика, и повседневная жизнь, и экономика выстроены на этом основании. Ну, конечно, чрезвычайно разнообразно. Интерпретации в разных религиях и разных конфессиях внутри религий гораздо, скажем несколько иначе. В рамках, например, христианства разными теми, чем, например, с ментухом, если можно так говорить, и исламом в целом. Имение этих заповедей дает некий моральный кодекс, что тоже, чего нельзя, по отношению а, к Господу Богу, б, к другому человеку, в, по отношению к самому себе. Точнее, несколько иначе. Что обязательно, это нельзя. И мы посмотрим на это с другой стороны. Итак, чем отличается христианство? На примере христианства разберем, что помимо вот этих самых десяти заповедей, которые уже были на момент пришествия Иешуа, и гораздо позже, потому что в исламе они также есть, Иисус Христос дал дополнительные заповеди, заповеди блаженства. То есть, что можно, чего нельзя, что ты обязан, чего тебе не нужно. И в противовес, как бы, моральный, вот этим запретам и понуждениям дается некая розовая такая линия поведения. То есть, благо, тебе обещано добро, но ты не обязан это делать. То, как тебя накажут, если ты будешь противоречь этому в текстах Священных Писаний, нет. Речь идет об обещанных благах. То есть, благо на 100%, на 84%, на 13%, на 13%, если ты будешь эти заповеди блаженства соблюдать. Ну, так или иначе, а это заповеди добра. Они не предполагают насилие по отношению к себе и другим, не предполагают лжи, лицемерие, лукавство, не предполагают уклонение какого-то трусливого бегства от реалий, которые ты видишь вокруг. Это заповеди, которые рисует нам человека, с одной стороны, стойкого и мужественного, а с другой стороны, доброго и открытого мира. Поэтому, если все христианство, конечно, ограничить этими заповедями, то становится непонятна дальнейшая его история. Но разберем дальше. Помимо этих заповедей, христианству прибавляется многое другое. И вообще, я напоминаю, что священное писание – это лишь один из компонентов религии. И общинному писанию – это уже совершенно другой компонент религии. Поэтому то, что, например, большинство православных священников знать не знает 10 заповедей, а православные христиане, например, предположим, наизусть на зубок учат эти заповеди блаженства, абсолютно не означает, что они каким-то образом себя ведут в быту иначе, чем, например, нехристиане. Потому что есть много компонентов религии. И традиционное католичество, традиционное православное христианство, восточно-ориентальной церкви – в них компонент писания, хотя он и официально провозглашен центральным, но он закопан очень-очень глубоко под интерпретациями. А интерпретации начинаются прямо сразу же, словами самого же Иисуса Христа. Только что говорилось о мире, о любви, о милосердии, о сострадании, добротворении. Ну, несколько иначе, буквально практически сразу речь идет о наращивании дистанции. Не подумайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир, но меч. Я пришел разделить человека с отцом его и с матерью его. И невозможно прийти ко мне и не возненавидеть ближнего своего. Я пришел дать не мир, но разделение. Все разделятся, все будут протестовать. Это что, констатация факта? Или же это рекомендация к исполнению? Ну, скорее всего, и то, и другое, и много иных форматов здесь есть. Но так или иначе, именно так и строится христианская действительность. Не только христианская. Почему, чем проблема обусловлена, двойственности религиозного сознания. Для религиозного человека миров два. Наша земная юдоль, грехопадшая, неправильная, испогаженная, и истинный мир, который где-то там. Мы его не видим, мы его не знаем, но брат он есть. Поэтому главное его просто принять и жить, руководствуясь некими аморфными правилами, вот из того самого мира исходящими. А здесь мир сей, грехопадший, которым правит сатана. Поэтому мир этот любить нельзя. Любовь к рок-музыке, или к табуированным формам секса, или к религиям, которые противоречат моей религии, хотя бы просто уважение к ним, или хотя бы просто диалог и компромисс могут вести к чудовищным последствиям. Потому что миром правит сатана. Я вышел на порог храма, изнутри храма, и все, я попадаю уже в царство сатаны. А там капитализм, а там мусульмания и вообще другие разные иноверцы, а там проклятые светские гуманисты и дети дьявола атеисты. Поэтому как можно с ними выстраивать элементарный какой-то диалог? На основе общечеловеческих ценностей. Вообще традиционные религии очень часто эту тему мусолят для того, чтобы привлечь к себе внимание человека. Как только привлечешься, как в случае, например, с исламом и шариатом, как только привлечешься, тебе говорят, что на самом деле здесь несколько в другом дело обстоит. Потому что нет общечеловеческих ценностей, а есть конкретно наши религиозные общеческие ценности, универсальные вселенские. Либо ты их принимаешь на 100%, либо шел вон. И будешь тогда хуже, чем просто неверный, которому даже они вообще никогда не провозглашались. История крови, история насилия, история борьбы – это постоянная история христианства. И уже в Священном Писании апостолы Петр и Павел начинают ссориться и рядиться по ключевым, например, моментам. Некоторыми это обозначено здесь. Уже возникают проблемы по поводу иудейского закона между христианами из иудеев и христианами из римлян и других религий. Уже возникают определенные некоторые терки, не говоря уже об апостоле Иуде, который ушел, повесился, вместо него избрали другого. Говоря о конфликте между иудеями и христианами, да, это история Савла до обращения и превращения в апостола Павла. Но впоследствии, последующая история христианства была относительно мирной, ну до тех пор, наверное, до 4 века. Пока христианство не было, во-первых, легализовано, а во-вторых, превращено в государственную религию Римской империи. И вот как только батюшки стали должностными лицами, начались вот эти внутренние дрязги, конфликты, проблемы. Отцы церкви в одночасье превращаются в страшных злобных еретиков, как то было с Оригеном, например, или с Тертулианом. Люди, которые задают важные вопросы и уводят за собой в сторону, превращаются в ересиархов, как то было, например, с Арием. Ну и несколько попозже, когда уже, в общем-то, христианский мир сформировался как некий кондовый, когда он затвердел в определенной традиционности своей, тогда начинается гораздо более кровавый конфликт. Один из самых ярких – это, конечно, иконоборческий конфликт. Иконоборцы, иконопочитатели внутри христианской церкви, внутри Римской империи то побеждали, то были побеждены сами. То императоры становились на их сторону, то, наоборот, в другую сторону маятник качался. Ну, мы знаем, все-таки, в итоге он качнулся в сторону иконопочитателей. И недавно бывшие на коне иконоборцы, здесь как раз строчки из разных летописей, которые показывают и уничтожение икон, и казни, и восстановление иконопочитания. И в итоге, все-таки, эта линия победила. В православной церкви это празднуется, как главное решение 7-го Вселенского собора 8-го века, как праздник торжества православия. Но практически вся уйкумена православная была затоплена кровью, хотя речь шла только о глубоких богословских конфликтах. Когда к ним прибавляются национальные, получается, в общем-то, гораздо страшнее. Император Василий II по прозвищу Болгаробойца, который не только физически уничтожил огромное количество болгар православных к тому времени, подавляя их стремление к автономии, в первую очередь церковное, но и известен своими жестокими казнями. В том числе 15 тысяч пленных болгар он велел ослепить, разбить их на небольшие группы, во главе которых поставить одноглазого человека, которому глаз удалили лишь наполовину, практически там как антиганди такой получился. Отправить их пешком обратно в Болгарию, чтобы неповадно было. Это чрезвычайно важная фигура для нашего с вами Отечества, потому что именно император Василий II был тем, благодаря которому Русь крестилась. История с князем Владимиром, который, кстати, в честь своего образца для подражания и восприемника принял христианское имя Василий. История с христианизацией, с идолами, Владимир крестил водой о Добрыне, огнем и мечом Новгород. Все это непосредственно связано с эпохой императора Василия Болгаробойцы. Говоря о нашем с вами славном Отечестве, очень трудно знающим маломальским людям поддаться на пропаганду розового христианства, розовых таких батюшек, утверждающих, что всегда были миры, даже вачка. На самом деле регионы никогда не мыслили свою какую-то общую идентичность. И москвичи рассказывали страшные сказки про православных новгородцев, потому что те, когда едят, садят за собой за стол свою бабу, и когда она говорит, знаете, что они делают? Они слушают жуткие истории для москвичей, а новгородцы, в свою очередь, пугали своих православных детей жуткими москвичами, которые придут и захватят. Так что, в общем-то, и те, и другие, и третьи, и пятые, и десятые были православными, и это не мешало им вырезать друг друга. В частности, здесь перед вами список, не список, копия иконы знамени под названием «Победа новгородцев над суздальцами». В очень сложном конфликт, который фактически решал судьбу новгородской цивилизации, им была одержана с небольшим, с небольшой, практически в безвыходной ситуации была одержана победа, которую приписали заступничество Божией Матери из-за ее иконы знамени. Вот, собственно, вот все то, что сейчас перед вами, вы можете видеть в новгородском Софийском храме, где до сих пор на почитании выставлены сама икона знамени, и вот эти дополнительные иконы, которые показывают историю этого конфликта. Подчеркиваю, что батюшки окропляли оружие, молились и желали победы своим войскам из той и с другой страны. Я думаю, без комментариев. Для любой религии, сейчас я говорю на примере христианства, всегда было свойственно осознание своей общины, как какой-то осажденной крепости, но мне больше нравится метафора лодки, которую можно видеть на многих старинных храмах. Сейчас заново возрождается традиция, ставить на храмах на куполе крест, на фигуре, похожей на полумесяц, что некоторые грубо трактуют, как победу над исламом, ничего подобного, это ладья. Церковь это ладья, а снаружи, смотрите, кто одолевает, и антихрист, и папа римский, и различные другие всевозможные силы, ересиархи, иноверцы, вооруженные оружием, вооруженные языком своим. Так что все, что вокруг, это зло, поэтому мне достаточно всего лишь компромисса, мне достаточно всего лишь продуктивного диалога, чтобы выстроить трубу, по которой вот это зло хлынет ко мне сюда. Видите, не предполагается метафора заселения всей земли. Вот, кстати говоря, в исламе несколько другое представление, в исламском представлении об уме, но, по большому счету, в общем-то, такое же представление, как мир, которым правит шайтан, и, значит, наша ума, наша община, которая из последних сил сопротивляется вот этому ужасному нашествию, которое в итоге, конечно, будет продуктивным и эффективным для самого дьявола, который и в итоге все-таки победит. Поэтому нужно стараться держаться до последнего. И наша слабина, и наша усталость, и наша готовность к диалогу и компромису, это все те способы, которыми сатана, уже поразим весь остальной мир, проникает в мою общину, развращает ее, растолевает и в итоге уничтожает, приближая боль, страх, ужас и всех этих ангелов с язвами. Вся эта страшная история, описанная в книге «Апокалипсис». Бог там, мы здесь. Бога не видел никто никогда, как пишет апостол Иоанн Богослов, но мы вам скажем, где он, поэтому от нашего имени действуйте. Поэтому, значит, враги Божьи, кто они враги Божьи? Ну, спроси батюшка, батюшка тебе объяснит. Это ученый может говорить, что на сколько процентов верна в алиологии или гомеопатии, на сколько процентов верно то, что есть инопланетяне. А простой батюшка в простом храме со стопроцентной очевидностью тебе объяснит абсолютно все аспекты жизни. Начинать от того, какой рукой креститься и где за упокой ставить, и заканчивая глубокими смысложизненными вопросами. Какие книги читать, какие нельзя? Какие нельзя, а какие вообще запрещено? Какие запрещено, какие тебя убьют вообще? Вот, что можно из того мира брать, что допустимо, что безобидно и не страшно, а что тебя просто-напросто уничтожит? Поэтому сегодня в среде православных националистов заново возродилась эта цитата Филарета Дроздова, ее по-разному трактуют, но в общем-то вот эта манера отношения, она христианской церкви присуща была всегда, в особенности православной, в особенности русской. Один из самых трагичных эпизодов в истории русского православия, это, конечно, раскол православия на двое. На ультра-традиционалистов старообрядцев и на сторонников такого более светского, огосударственного православия новообрядцев. Или в собственно ругательной лексике на раскольников и на никоньян. В данном случае вы можете видеть картину «Спор о вере». Никита Пустосвят делает это несколько из более позднего периода, когда у раскольников старообрядцев появилась небольшая возможность как-то переубедить царевну Софью или хотя бы достигнуть паритета, поскольку из этого диспута между старообрядцами и новообрядцами эти и другие вышли, считая, что они победили теперь и наша именно версия православия будет очевидной. Я не буду подробно про это рассказывать. Глупый человек и малограмотный подумает, что они такие были тупые, что спорили из-за того, какими пальцами креститься и сколько букв писать в слове «Иисус». На самом деле конфликт был мировоззренческий, даже ментальный. Конфликт был между самими вековечными основами кондового русского православия традиционного и обновленным православием в стиле барокко, православием малоросским, более просвещенным православием, которое допускало компромиссы там, где староверы их допускать не хотели. Привело это, конечно, к чудовищным уничтожениям. По разным подсчетам от 1-6 до 1-5 части населения России тогда встало на сторону, так называемого, открытого раскола. То есть подались на территории, которые не были заселены, либо на далекие, отдаленные места, типа Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, либо в приграничные какие-то иностранные государства, более толерантные вопросы религии, в Речи Посполитую или даже в Османскую империю. В данном случае мы видим казнь одного из основоположников старообрядческого, древнеправославного, как говорят нынешние староверы, движения, протопопа Аввакума. Это достаточно сложная, долгая, кровавая была история. Бояриня Морозова стала во многом одним из символов православия. Глубоко символичное поводно нам позволяет как-то прикоснуться к этой теме для тех, кто, в общем-то, хоть как-то хочет понять, что это здесь. Но так или иначе, старообрядчество, хотя и воевало активно, в особенности, например, некрасовцы, казаки, старообрядцы на службе Османской империи, или становились на сторону, например, гитлеровской коалиции в то время, когда Болгария была или Румыния были на стороне Гитлера и стреляли наоборот в сторону олицетворяемой имени Канянской Москвы. Но так или иначе, древнеправославие живет и здравствует. Оно имеет собственную культуру, собственных лидеров, в том числе интеллектуальных. Ну а нижняя фотография показывает нам быт, такой эклектичный, китайские пластиковые тапочки, джинсы и косоворотка. Это старообрядцы штата Орегон сегодня в США. Так что вот качественные примеры из родной истории. Один сплошной непрерывный конфликт. Если говорить о самом православии как монолите, то оно тоже таковым часто не является. То есть любая религиозная организация, как только больше всего на свете, она страшится ущерб для своей франшизы. То есть кто есть здесь православный? К примеру, уже примерно в 12 веке в обиход входит понятие православные католики и так далее. Хотя собственные обзывательства были другими. Так что католики называли православных схизматиками, а православных католиков латинянами и попешниками обзывали. Вот язык вражды, к которому я еще сегодня вернусь. Но самую большую проблему представляют те, кто тоже так же называются. И так же точно выглядят. Потому что очень трудно барьеры те, о которых я говорил, нарастить. Ведь жизнь совсем другая, а называешься ты так же. Поэтому пропадает идентичность. Трагичная история русской церкви уже 20 века. Когда вытесненная в эмиграцию русская церковь, многие ее епархии и иерархии присягнули к Гитлеру, тогда как в Советском Союзе была фактически создана Сталинская церковь, по многому копировавшая синодальное устройство церкви дореволюционной. Так что кто из них православный, кто не православный? Православные Европы, молившиеся за успех Адольфа Алоизовича, это пособники фашизма. Православные, для которых Сталин открывает заново семинарию и прекращает репрессии, открывает храмы, превращаются в сергиан. Вот видите, опять мы говорим о каком-то нагнетении дистанции, о каком-то новоязи, о новом языке вражды. Вот этот пункт, он всегда присутствует. То есть, почему бы не объединиться? Разговор о том, ну вот зачем, например, религии враждуют, ведь у них больше общего глупый разговор. Посмотрите на историю, например, хотя бы русского христианства. Почему воюют новгородские христиане и суддольские, и московские христиане друг с другом? Это мы еще про ереси не говорили. Которые, почему не находят общий язык друг с другом, старообрядцы и новообрядцы, так внутри даже самой православной церкви, московской патриархии, так называемой, были очень серьезные дрязги и разногласия. Вот, или в частности, тоже характерный пример, отнюдь не единственный, это определенный осколок зарубежной церкви внутри России. Это вообще криминал, достаточно серьезный, с точки зрения московской патриархии, потому что пока зарубежная церковь была за рубежом, русско-православная церковь за рубежом, ну и бокс, и про нее никто не знал. Но в 90-е годы, а тайно еще раньше, начинается проникновение зарубежников на советскую бывшую территорию. А это совсем другие люди, которые уже наблатыкались на западном, на примере западного гуманизма, демократии, республиканства, парламентаризма, капитализма. Поэтому они иначе себя ведут, они иначе мыслят. Это более люди, более либеральные с одной стороны, а с другой стороны они более монархичны, они мечтают о возрождении русской монархии, традиционной и так далее. То есть с советским православием они, ну, никак не коррелировали. И некоторые части русской зарубежной церкви, поскольку дробление, это естественно свойственное человеческой натуры, отделилась частью русской зарубежной церкви в России от зарубежной церкви. Образовались зарубежники внутри России. Но они подчинены ни зарубежникам, ни уж тем более московской патриархии. Так называемых, к примеру, их было несколько, российская православная автономная церковь во главе с митрополитом Вениамином Русанцовым. Вот тебе православная церковь. Мы видим храм, купола, кресты. Мы видим людей с богословским образованием, проводящих православное богослужение. Вот как нарастить дистанцию? Нужно, безусловно, инициировать различные криминальные действия, связанные с сектой педофилов, к примеру говоря, как на внутреннем лексиконе обзывали РПАЦ, свободников так называемых, ну, деятели московской патриархии. Многократно муссируя какие-то якобы секс-скандалы, которые присутствовали в истории этой церковной динаминации, самого митрополита Вениамина. Многократные рейды не только МИРЯ, но и органов охраны правопорядка, которые потихонечку отжимали храмы, которые попытались получить имущество, которые просто-напросто пытались физически, юридически вот эту динаминацию уничтожить, которые отказывались признать хоть что-то православное. Вот этот вот пример, о котором я не случайно говорю, он очень важен для наращивания дистанции. Не говорить другие православные, не говорить «русская православная автономная церковь», если ты принадлежишь к московской патриархии. Скажи лучше «секта педофилов», как это делают современные так называемые деструктологи, современные сектоборцы и так далее. Ну или вот яркий прямо перед нами пример на наших глазах, связанный с так называемым духовником Поклонской, с Хиегуменом, который в эпоху ковида анафематствовал вплоть до Патриарха. И как только это произошло, то, значит, Сергий Романовский и Гумен, ну, мгновенно потерял все. Как только, грубо говоря, перестали деньги отстегиваться, в Московской патриархии была нарощена дистанция, и начал формироваться клуб поклонников, в который входило несколько парламентариев российских, известные спортсмены, известные медийные фигуры. Как только у него появился свой собственный культ, он начал оттягивать смысловое поле православия в свою сторону. Ну, разобрались очень быстро и эффективно. Теперь и следа не осталось практически от этого одиозного деятеля. История, которая перед нами, перед всеми, в общем-то, сейчас. Только из соседнего государства. Что такое, кто такой православный на Украине? А между тем, мы не должны забывать, что Украина, киевское православие, оно, мягко говоря, постарше православия московского. Если разбирать историю 17 века, то мы видим, что не только постарше, но и по образованию, и своя история гораздо более серьезная. Поэтому относиться нужно, как минимум, уважительно к истории украинского православия. Но кому подчиняются украинские православные? Перед вами иерархи трех непризнающих друг друга православных церквей. Слева направо. Митрополит Ануфрий, который возглавляет Украинскую православную церковь Московского патриархата, то есть широкое автономное объединение, ну, в общем-то, формально подчиняющиеся патриарху Кириллу. Митрополит православной церкви Украины, то есть нынешняя глава новой организации, которая в себя вобрала много осколков. Или митрополит, патриарх, прошу прощения, Филарет Денисенко, который возглавил аналогичную организацию Украинско-православную церковь Киевского патриархата, отколовшуюся от московского в 90-е годы. Кто из них более правильный православный? И каждая из этих организаций выстраивает свои барьеры. Казалось бы, не московская патриархия, вот представители киевской, украинской ветви православия должны друг с другом держаться, и как бы киевский патриархат и новосозданная, причем благословленная Константинобольским патриархом, новая организационная структура православной церкви Украины, они как бы должны рядышком держаться, но как только она возникает между ними, снова начинает... С которого началась вся эта линия, Филарет Денисенко, патриарх, которого все обзывали по России раскольником, самым главным и самым страшным, он начинает наращивать дистанцию уже с этой организации. Так что мы видим, мир или меч, в общем-то, решается практически всегда в одну сторону. Если мы поговорим уже не о бренде, а о тех, кто претендует на более широкое брендовое поле, например, не на бренд православный, а на бренд христиан. Конечно, это боевое релияведение, боевое антитоналитарное сектоведение, которое сегодня стало номером один в политической повестке дня у русско-православной церкви. Это борьба с сектами. Длительными, плодотворными усилиями было достигнуто то, что термин сектант, во-первых, появился, во-вторых, он окопался в массовом сознании и даже в науке, в современной религии овеческой, хотя он бессодержателен и прямо грешит против основных компонентов научности. И более того, он превратился в серьезные пуговы. Я на эту тему выступал, можете посмотреть в Ютубе мое отношение, мою характеристику деятельности Александра Леонидовича Дворкина. То есть, ну, грубо говоря, сектант не человек, потому что он разрушает самые основы, на которых строится православие. Потому что если православные могут спорить на тему того, сколькими пальцами креститься, то свидетели Иеговы или, например, последователь Сан Мюн Муна, он вообще над всем этим смеется. У него, собственно, и вполне удовлетворяющая его система ценностей. Поэтому он опасен, но уже несколько иначе. С ним уже не разобраться своими собственными силами диалога, значит, налаживание какого-то рабочего взаимодействия. Здесь нужно разбираться совершенно по-другому. И поэтому Дворкин пишет учебник для прокуратуры, изобилующий обнаружением грязного белья. То есть, грубо говоря, свидетели Иеговы или Мормоны не потому неправильны, что они погрешили против основных компонентов христианства. А кто сказал, что православная интерпретация – это правильно? Нет. Они погрешили, потому что они зомбируют, гипнотизируют, отжимают собственность, едят человечину, занимаются всяким разным развратом. Поэтому они фактически не люди, и за ними будущее. Поэтому в обиходе русской православной церкви распространено представление у сектантов как о зомбированных. Ну и, в общем-то, когда мы видели, точнее, свидетели Иеговы за их проповеднической деятельностью, вот эта аналогия, согласитесь, не была абсолютно уж беспочвенной. В качестве иллюстрации для этого слайда я использовал обложку альбома группы «Алиса», «Альбомы сейчас позднее, чем ты думаешь», которая уже в то время позиционировала себя как лейтмотив православной, активной рокерской молодежи. Вот глава группы Константин Кинча в левом нижнем углу изображен в футболке с запрещенным лозунгом «Православие или смерть». То есть здесь мы видим тенденцию нашего времени. Не просто наращивание дистанции, не внутренние какие-то суды или там баталии на форумах, кто прав, кто виноват, а совершенно иную картину. Это воинствующее православие. Это православие, которое уничтожит то, что ему угрожает. Причем война эта будет превентивной. Потому что силы зла ополчились на нашу святую Родину. И за нашу святую Родину все конец света антигры. И поэтому для того, чтобы себе и своим ближним, детям своим, например, выстоять хотя бы еще парочку десятилетий благочестивой, спокойной жизни, чтобы их не сделали гомосексуалами, чтобы их не заставили обжираться ГМО, чтобы их не заставили ставить чело, ставить печать антикриста, то есть штрих-код на чело и на руку, нужно воевать. И это война священная, и ярость эта благородная, и вскипает она как волна именно благодаря благословению священно-начале. Все вот эти картинки, которыми изобилует сегодняшняя православная, пропагандистская литература, конечно, имеет очень мало общего с историческим контекстом и даже с конкретными деятелями, но тем не менее, если дети учатся тому, кто такой был, например, Дмитрий Донской или Александр Невский, они вот видят такого рода представления о том. То есть это не война за территории, это война за самые основы своего существования. Нельзя не вспомнить, конечно, слова Честертона. Единственные справедливые войны, это войны религиозные, потому что в них бьются или думают, что бьются, за человеческая часть, за человеческую свободу. Если разбираться прагматично в причинах войн, конфликтов, выплывет многое. Выплывут земли, бабки, неудовлетворенная какая-то ярость, свои личные какие-то счеты с кем-то. Ну, как правило, все-таки это деньги почти всегда. Ну, за такие войны, даже если пойдут кто-то там в каких-нибудь спецчастях или частных армиях воевать, то это будет небольшое число. И, в общем-то, эта война изначально в христианской цивилизации, пропагандирующей бренд «Миру мир», она будет выглядеть предосудительной. Поэтому превращай войну за бабки в войну священную, превращай войну за территории в войну религиозную. И тогда ты будешь оправдан. И в истории для тебя будет самое светлое местечко. А если правые египтяне, древние, и мы живы на том свете, пока нас вспоминают тут, то это, в общем-то, не вполне христианский подух, во христианский только по своей лексике, путь в бессмертие тех людей, кто все это инициирует, кто всю эту шарманку заводит. Вот я уже показывал, покажу еще раз безоценочно, фрески из главного храма Министерства обороны Российской Федерации, который фактически соединил милитаризм, причем милитаризм такого советского формата, замешанный очень густо на всей героике и мифологии Великой Отечественной, Второй мировой войны, который очень мирно и очень благополучно соединился с христианской риторикой и православной традицией. Точно так же, как все эти конфликты, все эти кровожадные высказывания, все эти горы трупов и реки и моря крови соединялись благополучно друг с другом и в эпоху Юстиниана, и в эпоху Константина, и всегда. Поэтому миру мир, но табачок, в общем-то, бросит. Основные проповедники современного боевого православия, конечно, все сейчас перед вами. Особняком, наверное, стоит отец Дмитрий Смирнов, ну, в общем-то, особняком, но не отдельно, от всей этой партии. Кирилла Фролова, Всеволода Чаплина, Виталия Милонова, отца Андрея Ткачева, великого и ужасного Александра Гелича Дугина и того человека, который, в общем, за все за это платит православного олигарха Малафеева. Так что мы видим, разве такое только православие? Может ли быть какая-то другая версия его? Ну, давайте вспоминать, если нам позволяет возраст. Вспоминать православие Аверинцева, вспоминать православие Георгия Кочеткова, вспоминать православие Александра Меня, вспоминать, как православные храмы в конце 80-х, в начале 90-х, казались местом какой-то широкой, большой площади, которые казались каким-то глотком свободы, которые казались каким-то местом иноземным, иномирем, входя в который из наших завтала действительности, ты приобщаешься к мировой культуре. Вот, один только сын человеческий, Александр Меня, чего только стоит. Но это православие, максимально либеральное, теперь не существует. И даже либерально-консервативное, которое его поругивало, но все-таки держало ухо во строк по отношению к окружающему миру, то есть либерально-консервативное такое православие формата Андрея Кураева тоже не существует. То есть мы видим неминуемое скатывание только в одну плоскость. Это естественный процесс во всех религиях, в частности, сейчас вот этот процесс уже пройден в мусульманском мире. И очень часто мне кажется, что, в общем-то говоря, даже и в этом православные, современные не являются придумщиками, что они просто идут по тропам, про топтами уже их предшественниками в исламском мире, которых задача любой ценой сохранить свой мир от власти шайтана. Теперь вопрос, как? Как это делается? Как действует мир? Как действует меч? Вот перед вами моя, собственно, авторская схема, которая из страха перед внешним миром, естественной для боязливого и боящегося старого, уставшего, больного, неуверенного в себе, патологического человека, потому что человек не патологический страх пытается преодолеть или хотя бы с ним как-то ужиться, но делает свою конфетку и страх все-таки человек патологический. И вот этот страх он рождает на первой фазе определенный стереотип, что если это, к примеру, российская православная автономная церковь, то они все педофилы. Лично мне, например, один мой знакомый из ФСБ рассказывал, что чем плохое, например, движение, о какой религии шла речь, о харизматах, о 50-тидесятниках. О 50-тидесятниках то с горящими глазами мой знакомый молодой ФСБшник рассказывал мне, что на самом деле они никакие не христиане, они только на людях утверждают, что они молятся Бога. А потом они собираются, свет выключают и грубил себя. В Горгене я сам видел видео оттуда из этих многочисленных комнат с выключенным светом, как они там все с вальным грехом занимаются, жутким разградом. Поэтому никакие не христиане. Если цвеи телеговы, то они все зазомбированы и они к тебе подходят только для того, чтобы хату твою отжать, незачем другим. Как только стереотипы сформированы, следующая фаза это придумывание ярлыков для того, чтобы эти стереотипы закрепить. Тогда либерал превращается в либераста, православный, например, автономный церкви превращается по определению в валентиновца или в лучшем случае, а в худшем случае в педофила, еврей превращается в жида и так далее, и так далее. Следующая фаза, когда эти стереотипы уже закреплены, никто по мордасам этим людям не дает, они по-прежнему живут, здравствуют и потихонечку стремятся как цельное сообщество, потому что мерзавец мерзавца всегда поддерживает против немерзавца. Поэтому как только они объединяются и составляют какое-то единое стадо, а мы знаем, что негативные эмоции гораздо сильнее и сближают, и продуктивнее, чем эмоции продуктивные. Извините за тавтологию. То есть негативные эмоции это причина в общем-то превращения людей в стадо. Редко, когда люди превращались в стадо, делают добродетель, бежали, чтобы спасать, например, город от лесного пожара массово, массово, или, например, спасать там кого-то от наводнения массово, безоценочно, безрассудно. То есть это достаточно редко бывает и с погрешностями, какими-то. А вот вращение людей в стадо, которые с арматурными прутями бежит внупить иноверс, это достаточно часто. Значит, и тогда иноверсы уже лишаются человеческих черт. Происходит словами Артеки Гассета их дегуманизация. То есть это уже не люди, это дьявол в человеческом обличии. Это волки в овечье шкурах, каких характеризует апостол Иоанн Богослов. Знаменитыми словами. Они вышли от нас, но не были наши. То есть еретики и раскольники, они изначально не люди, не христиане, а слуги сатаны, волки в овечье шкура. Поэтому и с ними нужно держаться на стороже, отодвинуться как можно сильнее. Ну и как только вот такие ребята получают политическую власть, а на определенных фазах развития общества ее получают всегда, все переходит уже в более активную политическую стадию. Ну вот в частности в виде иллюстрации говоря о евреях. Считается многими религиоведами, что ну христиане всегда не любили евреев, а евреи не любили христиан. Ну это понятно, конфликт религиозный, потому что и то и другое родилось внутри иудаизма, только христиане для иудеев это неправильные иудеи, потому что они модернизировали изначальное учение Тору и Тану. А иудеи для христиан это тоже особенно неправильно, потому что они извращенные, они не только, они не не дошло, что у них не дошло к благовестию Христову, а они сознательно его отвергли от себя, поэтому как Ренегинон писал испорченное хуже недоделанного. Но вот такой пик развития конечно антисемитизма это строки из послания к иудеям одного из великих церковных святильников святителя Иоанна Златоуста. Вот строчки перед вами, его из семи частей состоящий огромный текст изобилуют различными нападками даже не на богословие иудеев, не на их мировоззренческое и какое-то отличие от христиан, а на них самих. Их синагоги это вертеп сатаны, а они все развратники, причем развратники извращенцы, они постоянно обманывают, для них нет ничего святого, их жены все блудницы, их торговля всегда нечистая, все к чему они прикасаются это все испорчено и скажено извращено. Один из величайших ораторов мировой истории Иоанн Златоуст, у которого в проповеди в церквях заканчивались зачастую аплодисментами, потому что он был потрясающий красноречивый риттер своего времени, и вот на вершинах красноречия прекраснейшее, великолепнейшее произведение, которое показывает нам евреев фактически не людьми. И что самое интересное, так что к этому еще и не придерешься. В правом нижнем углу начало этого текста в древнерусском литературном памятнике Маргарин. В правом нижнем углу. Так что в принципе здесь и не придерешься, потому что как человек высочайшего уровня культуры, как интеллигент, сын интеллигента, получивший высочайший уровень образования и светского, и церковного, Иоанн Златоуст обращается конечно ко всем, но планку высокую, поэтому он не говорит бей жидов, спасай византию. Он не призывает к уничтожению, но это читается под спутник. Когда ты читаешь эти тексты, которые прямо не призывают к уничтожению евреев, ты пропитываешься постепенно отвращением. Вот опять же в точности вот по этой схеме. Ты пропитываешь, ты наращиваешь дистанцию, тебе возникает неприятный привкус во рту. И дело только за каким-нибудь отморозком, не обладающим культурным уровнем Иоанна Златоуста, которая скажет бей их, и вот тогда собственно все и выплескивается. Потому что массовые истерии, какие-то массовые религиозные конфликты, они не такие уж и истерические, они не такие уж и ситуативные. Если разобраться, они готовятся очень долго, и людьми, которые зачастую сами исключительно благочестивы, мухи не обидят. Благотворительностью только занимаются интеллигентные и приинтеллигентные. Но именно они, как правило, несут ответственно за самые кровавые и страшные злодеяния их менее культурных последователей. Ну, в частности, вот эта же схемка иллюстрирует всю историю очень трагичную и печальную, хотя с прекрасными проблесками и попытками реабилитации того, что было в России. Кровавый навет на евреев, которые якобы пожирают христианских младенцев, приобретение собственного ненормального, не очень человеческого облика, символа и даже названия, и заканчивает все кровавыми различными судебными процессами, которые всколыхнули российскую общественность в конце 19-го, начале 20-го века и едва-едва не привели к тому, к чему привела подобная же история только в Германии. Чуть-чуть попозже. Там Гитлер исправил те ошибки, которые были допущены российскими правоохранителями и литераторами, которые, в общем-то, отстояли, невзирая на огромное количество погромов и крови, пролитые в Киеве и на юге России. Но, в общем-то, холокоста в России не было в тех пределах, в том размахе, какой имел место в Австрии, в Германии и прочее. Собственно говоря, сами нацисты, они многократно обращались к христианской истории антисемитизма и хризостома златоуста. Они цитировали многократно, показывая, что долг христиан определенным образом к этим проклятым недочеловекам относиться. Ну, по их лексике, понятно. Сегодня мы видим историю, на наших глазах формируется это атомное православие, которое грозит всему миру атомным кулаком, проповедники, которые, например, Егор Холмогоров, Кирилл Фролов, из тех, кто были выше показаны, да даже сам Дугин. Могут ли они устроить черти что со всем остальным миром для того, чтобы, если все сгорит и аукнется, по крайней мере, мы сами кнопку нажмем, как в фильме ДМБ, обязательно жахнем. Обязательно жахнем. Но попозже. Могут ли это сделать сегодня православные идеологи? Или слишком много инерции, исходящие из культурного православия формата Александра Мень? На первый взгляд кажется, ну куда, мы совсем не та страна, если мы даже не будем изучать историю Германии перед Холокостом, мы совсем не страну Гета и Шиллера, но мы совсем культурные, мы не такие. Но тем не менее, история показывает, что маленькая кучка отморозков может наделать очень-очень много боли, очень много боли, которая перевернет в общем-то всю мировую историю. Поэтому будем надеяться, что в данном случае как-то без этого обойдется. Хотя здесь, конечно же, я как ученый противоречу себе, поскольку собственно сама логика, она именно такая, потому что как только эта пирамида начинает формироваться, она никогда, я не наблюдал, чтобы она прервалась где-то по серединке и не достигла высшего блока. Такое общество, что как только страх начинает превращаться в ксенофобию, формируется язык вражды, вот эта ненависть закрепляется, тебя никто не бьет по губам, такое ощущение, что эти люди уже получают кредит доверия откуда-то из будущего. Потому что все эти отморозки, которые раньше вопили, дикие, совершенно несусветные вещи, в будущем в приличных пиджаках будут сидеть в парламенте или в камуфляже командовать воинскими частями. Почему-то именно такая закономерность здесь. Но не хочется в это верить. Ну, напоследок, а можно ли как-то иначе? Может ли действительно быть мир? Обязательно ли религия врет, только притворяясь розовой, красивой, доброй, мягкой, белой, пушистой, а на самом деле сеет зло и насилие, поскольку строится на человеческой ущербности и желании, болезненном желании эту ущербность защитить и приумножить. Опять же вспоминает слова Ницше, определенным образом характеризовавшего и христиан, и христианскую цивилизацию. Бывали прецеденты. Ну, в частности, например, один из величайших православных богословов Иоанн Дамаскин, который, собственно, сформировал во многом в более таких... Что такое Иоанн Дамаскин? Он свел воедино различные богословские школы православной церкви и создал феномен так называемого восточно-христианского богословия. Иоанн Дамаскин всю свою жизнь жил за границей, он жил в исламском мире и занимал достаточно высокие чиновнические степени. И даже в православной иконографии принято его изображать в мусульманском головном уборе. Челма, не челма, так или иначе. Иоанн Дамаскин, который связан с чьимом, в троеручице, все православные об этом знают, то есть в мусульманском мире того периода было гораздо больше свободы, простора для деятельности ино-верного богослова, который занимал достаточно высокую, причем наследственно высокую должность при дворе. И совершенно вернее, и эта деятельность его была нормальной в мире мусульманском, тогдашнем мусульманском. Все перевернулось совершенно. Для того, чтобы его сковырнуть сковырнуть в свое время, поскольку он очень серьезно обличал власти православной византийской, для того, чтобы наделать ему бед, ему нужно было инкриминировать, что и было сделано определенное гражданское преступление. Вот, ну, можете прочитать, если хотите, чудо иконы троеручицы, история на Дамаскина, там об этом будет сказано. Вот, то есть, речь идет о том, в данном случае, это прецедент того, что мир межрелигиозный в каком-то частном случае может быть. А в не частном, в коллективном православные, которые схизматики и римокатолики, которые попежники-латинисты. И те христиане, и те христиане претендуют не только на звание христиан, а на звание христиан традиционных. И та, и другая версия утверждает, что именно они сохранили православие в своей полноте. На стороне восточного православия традиции, поддержка государственной власти священной имперской, на стороне западного христианства, это викариус Кристос, наместник Христа на земле, папа римский. 1439 год, Ферраро-Флорентийская уния, как одна из первых неудачных, провалившихся, но одной из первых попыток объединить православие и католичество. То есть, компромисс определенный был достигнут, ну правда, здесь политический контекст, если хотите, сами посмотрите, турки стоят у ворот Константинополя практически. При одним из активных деятелей на Ферраро-Флорентийском соборе католиков и православных был, между прочим, митрополит русской церкви Исидор, который вернулся обратно на Русь через два года после этого собора в красной кардинальской шапке, вернулся на должность митрополита в Сеяруси, и, значит, был немедленно заключен под стражу, и при пособничестве Василия Второго он сбежал, поскольку его московская общественность не приняла его позицию костная ортодоксальная общественность, и он сбежал в Европу, и, кажется, во Флоренции или в Венеции он закончил свою жизнь преподавателем латыни частным. Так или иначе, попытки были уже сделаны в эпоху Средневековья. Дальше больше. Экуменизм. Вот ойкумена вселенная это уже более серьезно, это уже идеология объединения различных религий воедино. Одним из главных, первых, наиболее последовательных проповедников и мыслителей вот этой самой экуменистической идеологии был Владимир Сергеевич Соловьев, один из выдающихся, а, возможно, вообще один из двух российских русских философов, сын знаменитого историка. Сам про себя Соловьев так точно никогда не уточнял, кто он, католик или православный. Воспитан был, разумеется, в православии, но, находясь в Европе, он совершал различные, присутствовал при богослужении в католической церкви, в том числе и причащался, исповедовался, и до сих пор остается вопрос открытым, в конце жизни он вернулся в православие или умер все-таки католиком, или вообще он эти религии до себя не разделял. Но в многочисленных своих богословско-философских опусах Владимир Соловьев писал о необходимости сочленения всего этого, различных религий, философии искусства и религии, человеческой активности различных видов, то есть он мечтал о всеединстве, всеединство, восстановление заново раздробленной человеческой личности, человеческой цивилизации должно, по его мнению, начинаться с головы, с православной католической церкви. Проект его был с одной, некоторые считают, мертворожденным, другие богословы, католические, причем богословы, считают, что, в общем-то, Владимир Соловьев был одним из вдохновителей сегодняшней официальной идеологии католической церкви. 1962 год, Второй Ватиканский собор, Папа Иоанн 22-й его открыл, потом он уже успел умереть за это время, Папа Павел VI продолжил, в рамках этого Второго Ватиканского собора было радикально пересмотрено католическое вероучение, было введено новое совершенно понятие церковь-сестра. В особенности применимо к организованным церковным каким-то сообществам, то есть, русская православная церковь, грузинская, древневосточная церковь, армянская, сиро-яковицкая, мароницкая и прочее, то есть, если по ключевым параметрам они отвечают общим христианским канонам, то это не сообщество сатаны, это не антикрыс. Немножечко это согласуется с представлением о людях книги, которые есть, например, в исламе. Согласно мусульманскому богословию, людей книги, то есть, христиан и иудеев убивать нельзя. Ну, правда, ваххабиты сегодня по-своему трактуют эти слова. Итак, сегодня католическая церковь использует совершенно другой подход, подход экуменический, в правом нижнем углу вы видите рукопожатие Константинопольского патриарха и Папы Римского Бенедикта XVI. Так что, сегодня церковь ведет таким путем. Церковь сестра, то есть, она не отрицает возможность спасения со стороны, внутри сообществ, которые прямо не подчиняются римскому папе. Хотя, хотя, я беседовал с католическими богословами, и вот лично мне они рассказывали, что несколько нужно правильно понимать. Экуменизм это процесс, который все-таки должен завершиться тем, что все эти церкви, с которыми сегодня, которым сегодня кивают Папы Римские, с которыми они сегодня, скажем, ведут диалог, они все-таки все должны Папе Римскому подчиниться. Один католический священник мне вообще сказал, что если иноверные церкви идут на диалог с Папой Римским, то это уже и есть подчинение ему. Ах же один священник мне интересную вещь рассказал, что как быть со святыми, дескать, что могут ли католики почитать православных святых, он сказал, да, если они были малограмотны, вот, то есть, если они не знали о том, что Господь оставил своего преемника в лице Папы Римского, ну, например, Ксения Блаженная, малограмотная, поэтому его можно почитать, а вот Серафим Саровский, он же образованный был дядька, поэтому его почитать в католической церкви нельзя, хотя я видел иконы Серафима Саровского в католических храмах в России, так что вот такой проект, к чему он ведет, различные коммунические сообщества, Всемирный совет церквей, такая организация существует, которая, в которой представители совершенно разных организаций, но зачастую, что они делают, это организации для организации, то есть, никакой просветительской деятельности, практически никакой благотворительной деятельности, то есть, это больше похоже на некий клуб, нумизматов или филателлистов, который заявляет о своих намерениях, причем численность его с каждым годом сокращается и сокращается. Один из немногих реальных примеров такого компромисса это община Тезе во Франции, которая была создана изначально на основе абсолютного равенства православных католиков и протестантов. Это монашеская община, брат Роже ее возглавил, в ней есть и протестантские молитвенные дома, и православные католические храмы, в данном случае в левом верхнем углу вы видите брата Роже на богослужении с представителями разных религий, там и католики, и протестанты есть, так что здесь сообща молятся, так как привыкли, и сообща изучают священное писание, ну и стараются вести какую-то благотворительную деятельность. но община ТЗ, которую назвали голосом дыханием свободы, голосом правды, различные православные писатели 20 века до Меневского периода, но скорее своей точки зрения община ТЗ это такое исключение, которое подтверждает правила. Ну, в Казани, отвлекаясь немножечко в другую сторону, есть замечательный архитектурный памятник, это храм всех религий, который на свои деньги, на своем огороде построил знаменитый спиритуалист и художник Казанский вместе со своим братом, но это на самом деле конечно не храм, это огромный выставочный зал, в котором проводятся музыкальные какие-то мероприятия, проводятся медитации, это очень интересное и красивое сооружение, вот к примеру сайт его, мы видим, там есть языческий, православный зал, даже зал тайных обществ какой-то, вот, так что это в общем-то такая фишка культурный акт определенный, за которым абсолютно социально ничего не стоит, то есть тех людей, которые в подобных храмах молятся, тех православных, которые массово жмут католикам в общину ТЗ, или значит тех, кто за своими определенными лидерами молится в обнимку с католиками, мусульманами, буддистами, значит какими-нибудь там новозеландскими каннибалами, таких в общем-то нет, поэтому по большому счету это все определенная разбивка на враждующие друг с другом клубы, никоим образом этой деятельностью не минимизируется. Что же мы имеем все-таки в реальности? В реальности мы имеем то, что конечно, невзирая на то, что экуменические, объединительные, компромиссные проекты были, есть и будут всегда в различных религиях, в частности в христианстве, слова о мире и необходимости миротворчества были и есть, и они привлекают, и они очень большим пафосом до сих пор облагораживают эти религии, потому что без них было бы вообще мрачно и ужасно. Но реалии, которые мы видим сегодня, политические реалии, социальные реалии, отнюдь, отнюдь другие. И по моему убеждению, и согласно изучению истории, можете просто сделать это сами, в общем-то, религии, естественно, эволюционируют к состоянию вражды друг с другом, причем первый градус наиболее жесткой вражды, это вражда с наиболее близкими и похожими. А на втором уровне, безусловно, это уже попытка разобраться с теми, кто просто близок, а те, кто совсем далек, совсем не похож, но с ними разберем уже как-нибудь попозже, но разберемся тоже. В частности, здесь на схеме перед вами изображена карта наиболее опасных религиозно-этнических конфликтов нашего времени. Мы видим, что невзирая на интернет, на расшифровку ДНК, на космические программы, на электросамокаты, невзирая на все это, до сих пор религия продолжает людей вдохновлять и почему-то это вдохновение не на уничтожение голода в Африке или СПИДа, например, не на совместное улучшение экологической ситуации, например, совместный вывоз мусора из Индии. Нет, почему-то это вдохновение, как правило, деструктивное. Почему? Смотрите, самое начало моей печальной лекции в данном случае. Поэтому, к сожалению, остается признать, что невзирая на многообразие функций религии, компенсаторные остаются на первом месте и наряду с нами, которые ищут в религии информацию о наших предках, о каком-то золотом веке, когда все жили сообща, и волк вместе с антилопой паслись, и вместе пили из одного источника, при общении к какой-то высокой культуре, к какому-то более упорядоченному обществу, да, да, и еще раз да. Но все-таки самый главный момент, который люди в религию приходят, это приводит, это прикрытие своего страха. И пока люди не научатся бороться против страха, пока люди не научатся воспринимать страх как позор, и самих себя страху поддающимися как позорных существ, пока они будут свой страх прикрывать чем-то другим, до тех пор будут существовать религии и будут существовать конфликты. Субтитры создавал DimaTorzok